Именно здесь находится сердце Ингушетии. Родовые башни, большинство тейпов, горы, реки и, конечно же, гостеприимные и чуткие жители – это то, что притягивает сюда не только ингушей, но и всех гостей республики. Особенно приятно сегодня, приезжая в горы, пользоваться благами цивилизации. Только в Джейрахе и селении Арымхи подведена телефонная связь более 200 абонентам. После паводка 2002 года восстановлен весь газопровод и подведен газ туда, где его даже раньше не было. А для бесперебойного обеспечения горца водой работа ведется. Одна из проблем в этой области, а она есть и на равнине – это изношенность подземных коммуникаций. К действующему водопроводу более 40 лет, и в горной местности то и дело на трубе случаются повреждения. Так как устранять их повсеместно сложно и хлопотно, руководством республики было решено подвезти воду в горные села заново. Работа эта начата в прошедшем году. Как рассказал нам глава администрации Джарахского района Яхья Мамилов, строительство нового водопровода временно приостановлено. И причина в том, что по проекту не предусмотрен доступ к воде для горцев, проживающих выше центральной дороги. В данное время архитекторы Ингуш-проекта готовят новую проектно-сметную документацию, чтобы вода из лучшего источника поступала ко всем. Водка ПСД находится в завершающей стадии. Осенью горцы уже будут использовать в пищеприготовлении и быту новую родниковую воду. Водопровод – это один из десятка объектов, строящихся в Джарахском районе. В центре селения Арамхи, в живописнейшем месте, воздвигается 15-квартирный дом для жителей села. Здесь же находится и аварийный ветхий дом, в который старожилы поселились еще в 1957 году. В старом доме, несмотря на сложность быта и непригодность для проживания, горцы живут и воспитывают детей. Большим подарком для сельчан стало открытие школы в прошедшем году. Добавило радости появление телефонной связи. Школа в селении Арамхи открыта 1 сентября 2003 года. И дети, которые здесь обучаются, большинство детей живет в аварийном доме, о котором мы уже говорили. Новый трехэтажный дом строится по федеральной программе «Юг России». И подрядчик объекта – общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-сервис». Как отметил Муса Хадзиев, начальник отдела технодзора Министерства строительства Республики, на этой площадке были проведены большие изыскательские работы для определения места строительства. Этот 15-й квартирный жилой дом строится в селении Арамхи-Жерасского района. Необходимость строительства этого дома связана с тем, что дом, в котором у нас сегодня проживают жильцы 15 хозяевов, он в аварийном состоянии. Отселение этих жильцов в обязательном порядке, потому что проживание там небезопасно. В связи с этим была необходимость строительства нового дома. И что немаловажно, при определении площадки для строительства этого дома была подобрана площадка, другой площадки не было. Здесь площадка вновь подобрана очень тяжелой работой, в очень тяжелых и стесненных условиях. И помимо этого на склоне горы… Нет во всем Джерасском районе, радуются горцы. Живя рядом, все внимательно следят за ходом строительства. Лейла Цицкиева – одна из первых жильцов старого дома, и она очень благодарна руководству республики за внимание и поддержку. Дом, в котором они сейчас живут, уже давно аварийный, отметила она. Практически в каждой квартире сквозные трещины и сырость. И видя, как строится новый дом для них, не терпится в него переехать. В этом доме было бы до этого были в работе, но не терпится их в лесу. Возможно, если вы не нарисованы, то делаете это циклы? Какие вещи сделали? Да, я ничего не решила. Также мы не связали своей жильцей, с какими сцеными. Сейчас мы стоим в беременности, по следующим, начали детей. Сaraus приходилось к этим. Это что? В доме уже начаты внутренние работы. Часть строителей занята на кровле. Как отметил в интервью директор строймонтаж-сервиса Магомед Боров, сложность объекта в доставке строительных материалов, а с бригадами рабочих проблем не бывает. Этот объект частично решил проблему безработицы горцев, так как в строительстве заняты только жители Джерахского района. Дом у нас сейчас на стадии завершения. Снаружи и снутри 15-ти квартирный дом ничем не будет отличаться от тех, что, допустим, есть в Назране или Карабулаке. Даже, наверное, лучше них. Здесь улучшенная планировка, газ, электричество и вода уже подведены. В селении Арамхи между школой и домом по заказу администрации района строится и отделение почтовой связи. Здесь же во дворе будет построена котельная. При стабильном финансировании, как было в прошлом году и начале текущего, строители обещают сдать дом к осени, а жильцы уже готовятся зимовать под новой крышей.